Вот это вот новая застройка на улице Гаврилова. На карте будущий жилой комплекс показывает разработчик генплана. Он появится на месте здания Ведического университета на улице Гаврилова. Застройщик уже обнёс территорию забором. Экологи были против, но к компромиссу пришли. Площадь под жилищное строительство существенно сократили. Помимо жилой застройки, здесь, на берегу Казанки, появится и парковая зона. Поймы реки сохранится. А вместе с ней откроют и водные маршруты. Отсюда до Голубых озер уже к 2025 году. Зона природно-рекреационная, порядка 55 гектаров, которая работает на население кварталов. Самый обсуждаемый вопрос на встрече – удастся ли пойти в обход посёлков при строительстве новой трассы. После бурных обсуждений встреч с авиазаводом дорогу всё-таки проложат в обход Сосновки. А вот в Больших Клыках и Карьере дома снести придётся. От участка, который у нас попадает в территорию Карьеры, мы не можем идти и отказаться от этой дороги не можем. Поэтому, да, часть, несколько жилых домов, там идут под снос. Соответствующая компенсация, она рассчитывается в уровень условий. Численность населения Казани к 2035 году будет почти полтора миллиона человек. Новые цифры требуют новых темпов жилищного строительства. Вся восточная периферия города пойдёт под застройку, в том числе и артсклады. А вот пороховой завод перенесут. Куда архитекторы не уточняют. Жилая застройка там невозможна. Это не только из-за того, что там, конечно, есть определённые требования по рекультивации земель и так далее. Это понятно совершенно. Но также жилая застройка и уже и не впишется в нашу существующую, даже планируемую, наверное, задолго дорожную сеть. Поэтому предполагается, что это будет нежилая застройка. Возможно, это будут какие-то, не знаю, новые технологии, технопарки, технопарки. Казанцев призывают обсудить генплан на публичных служениях и внести свои пожелания. Поменьше сносить старого, чтобы старина у нас всё-таки была в городе. Зелени не хватает, потому что дома, дома кругом. Дороги надо вокруг домов сейчас это всё делать, чтобы люди вот так не спотыкались. Публичные служения в столице начнутся с 29 мая. Продлятся они до 6 июня. Подробные адреса встреч можно узнать на сайте исполкома. Анна Городнова, Андрес Интальцев, ТНВ, Казань.